Микс Ньюс Всем привет, всем привет В студии Адмуд Кашевский за пультом Родион Золотарёв И мы начинаем нашу передачу Которую хотелось бы сегодня начать С такого шикарного мема, который пришёл мне по телефону И просто поднял настроение Я надеюсь, что моей гостиной он тоже поднимет сегодня настроение Если вам, дорогие друзья, третий день подряд лень работать Значит сегодня среда Именно с таким настроением к нам в студию в среду заглянула Элета Милграве Это легендарная женщина Это не просто женщина, это женщина-продюсер Это женщина-основатель такого замечательного И я бы сказал легендарного формирования как микрофона Ерексты Или в сокращении, как называют, микрек Приветствую, добрый день, добрый вечер Добрый вечер, добрый день всем Ну вот сразу начали с улыбки, это замечательно У меня вопрос такой Я так смотрю на тебя, ты с годами не меняешься Это значит, что ещё не всё так плохо с шоу-бизнесом в Латвии Потому что если бы было всё совершенно плохо, то ты бы, наверное, была с грустным выражением лица Да, но, наверное, просто у меня такой бизнес там никак не стареет Если посмотришь вокруг, все женщины, которые выступают на сцене, они сохраняют свою молодость намного дольше, чем в остальных профессиях И я думаю, что мне тоже надо с ними держаться вместе как-то в одном стиле Ну да, но ты же человек, который больше, скажем так, больше работает за кадром Ты тот, который делает исполнителя, ты тот, который его, скажем так, опекает И тот, который его продюсирует и толкает вперёд дальше в светлое творческое будущее У меня в этой связи вопрос, легко ли быть женщине-продюсеру здесь в Латвии? Мне кажется, что там без разницы, женщина или мужчина Продюсеру быть нелегко, но, с другой стороны, очень интересно Не зря я свою жизнь провела в этой профессии И думаю, наверное, продолжать это делать Потому что никогда не скучно, недоедает Всегда новые лица, всегда интересные люди вокруг Но артисты вообще сами по себе это уникум Это неординарные люди, которые думают неординарно, интересно Одеваются интересно, ведёт себя интересно Конечно, надо уметь с ними тоже обращаться, если можно так сказать Потому что у них у каждого свои нюансы, как они ведут себя Они очень чувствительны, как артисты Они, ну скажем так, вообще люди искусства Да, люди искусства, знаете, они как бы с открытым телом живут Нервом, да, кожей открытой Вот всегда мне нравится такое Словосочетание? Да, нет Сравнение, сравнение Да, что как будто без кожи Что они настолько чувствительны, что как будто без кожи Ну, недаром же есть такое изречение, что артиста обидеть и художника может каждый Да, наверное, да Но мне надо, ну, во всей жизни надо всегда было стараться как-то уметь сказать то, что не нравится Но так, чтобы всё-таки услышали, но не обиделись И знаете, как те, которые большие артисты Чем больше артист или художник, тем он чувствительнее, но он рациональный Он всё-таки, ну, как скажем, очень многое говорит, о, такой большой артист Но он такой непростой, а, ну, как скажете Ну, нет, вот как раз-таки простой Простой, ну да В общении он В общении, да Как раз он простой Да, нормальный человек И так с ним, наверное, тоже и надо к ним относиться, потому что они Но они люди Они люди Такие же, как мы Элла, ты организовала, скажем так Так, вы основали вместе с Гонтерсом Рачем микрофон в девяносто лохматом году каком-то, да? Девяносто второй, по-моему, если я не ошибаюсь Да, да, мы работали ещё в Латвии с радио Передача микрофон была Это всё началось с тем, что мы делали микрофон Аптауэ Опрос микрофон, который был единственный топ-20 в то время в Латвии И вообще такая передача была единственная Тогда не было несколько радио, да, было только одно государственное Но передача была ещё одна была Телевизи Свара Виксна Да, но это телевидение Это телевидение, но на радио мы были единственными Вы были пионерами Да, и мы вот с этого и началась наш бизнес Идея о том, что вот то, что популярно, это тоже издать То есть вы доказали, что радио тоже может быть бизнесом, да? А не только Зигмар Слепин что-то доказывал, да? Да, да, ну не радио, но как раз мы были одна из первых издательских компаний Продюсерских компаний, которая начала вообще легально издавать записи До того, ну вокруг везде в рынках можно было купить ленты и потом кассеты и так далее Всё пиратского происхождения Сейчас это называется контрафакт Да, контрафакт Ну я пиратская Но, скажем так, моё пиратское прошлое ушло давным-давно И мы сейчас перебирались из нашего офиса предыдущего на новый И знаете, что я решила? Я выкинула все материалы, которые годами там стояли от моих активностей Вместе с латвийской ассоциацией продюсеров Лампа называется Где мы, ну, делали там рок Элоти, что ты сделал? Зачем ты уничтожила архив? Да, я просто выбросила, потому что это прошло, ушло И не надо к этому больше возвращаться Ах, как было бы интересно По аналогии с мешками КГБ Раз, и вдруг Мюлдрова вытаскивает через пару лет А у меня есть компромат там на такого-то артиста Знаете, я вообще думаю, что о плохом надо чем быстрее забыть, чем возможно Это надо жить, во-первых, сегодняшним днём Во-вторых, думать, во-первых, хорошо о людях и о всём вокруг И будет легче И больше достигнуть можно, если ты позитивно думаешь И не стараешься набрать весь навоз, который вокруг тебя есть Да, понятно В латышской есть такой поговорке, что Если не надо трогать навоза, то он ещё больше будет вонять Ну, правильно, да Вот такой вопрос Окей, вот с 92-го года, скажем так Когда уже вы стали как Микрек Я представляю то количество артистов, которое через тебя прошло И, скажем, для которых ты была и крёстной мамой, и доброй феей И для кого-то ты была ведьмой, которая их хоронила Которая говорила, ты никуда не годишься В этой связи мне очень понравился Иосиф Пригожин Когда мы с ним разговаривали на тему вообще Как работает с артистом Он сказал, всё, нафиг Я разогнал всех, оставил одну артистку, только Валерию Я говорю, что так? Он говорит, вот именно по этой же самой теме Что не хочет ни с кем ругаться, не хочет никакого негатива Он говорит, не надо Люди всё равно неблагодарны, они этого не понимают Сколько у тебя на данный момент артистов? С кем ты работаешь сейчас? Скажем так, ну, это очень изменилось с тех пор, как мы создавали компании Как сейчас работают в бизнесе Это очень разные вещи У нас сейчас всё-таки разделено по нескольким компаниям разные функции Одна занимается паблишингом, одна занимается организацией концертов Другая с записями занимается Третья, четвёртая распространением записей Так что у нас несколько фирм И, ну, как бы, бизнес диверсифицирован Да, если так сказать Поэтому я даже не могу сказать, что вот так у нас один артист, с кем мы там работаем Ну, мы сейчас издали там, не знаю, Ай Андреев альбом Альбом издали в прошлом году Издаём всё время Раймонда Пауса Это, ну, как бы, наш главный артист, которого мы всё время издаём А из новых, а из новых? Из новых, ну, не знаю Илзарий, Инец, у нас новая артистка, которой занимаемся Не знаю, не особо, наверное, сейчас Окей, я по-другому поверну вопрос Я по-другому поверну вопрос Есть ли что-то интересное, во что Вот ты сейчас, скажем так, в три часа ночи тебе кто-то позвонил Сказал, вот, ты всё бросаешь Да, впрягаюсь, я начинаю работать с этим артистом Есть ли такие люди в данный момент у нас? Знаешь, ну, наверное, есть Но мы стали очень, так сказать Вредными, привередливыми? Да, да, мы даже не семь раз прослушиваем и продумываем Даже больше, чем решиться на какую-то запись И я скажу, почему Потому что рынок у нас очень маленький Я бы сказал, это не рынок, это базарчик Да, это не рынок, скажем так Ларёк Да, и вложение в записях Это такой, ну, очень рискованный, очень рискованный бизнес И время-то оказалось, что всё-таки Если артист сам тоже участвует Он вложится в первые шаги Там, не знаю, в студии тоже Свои деньги вложит, записи и так далее У него другое отношение к этому Он больше загорается и больше работает Ну, как бы, сейчас в Латвии Но не все могут Сейчас в Латвии, скажем так Все издают сами себя Мы, как записывающая компания Остались, мне кажется, последней вообще в Латвии Которой, ну, занимается ещё Так, что мы кого-то берём и издаём Но Интересно, что в это время То же самое время В Латвии заходят большие компании Как Universal Они тоже подобрали себе артистку Которую издают То же самое Sony смотрит Свои там представители Тут развивает И Warner Так что Большие компании Вот они смотрят на наш рынок Смотрят, что самое лучшее Из этого выбрать Ну, естественно, в такой ситуации Артист, наверное, пойдёт к большим таким монстрам Нежели к вам Да, и, скажем так У нас такое домашнее производство сейчас происходит Каждый издаёт себя И каждый делает всё сам И концерты организует И издаёт себя И PR себе делает И рекламу Ну, почти всё Всё, что когда-то делали Записывающие компании Record labels, как скажем Да, вот это всё сейчас делают сами Сами артисты Ну, поэтому и уровень такой, да? Ну, да Скажем так Пока они Они Каждый проходит через Это всё Что мы уже знаем Когда мы смотрим Ну, мы знаем Какие камни На что Сотыкаться Да И что Каждый эту школу проходит сам Ну И вопрос Сколько из них Могут выдержать это И сколько из них Увидят Прямую Ну, дорогу С себя Правильно И сколько Всё равно Им приходится Присоединиться к себе Людей, которые Умеют делать PR Которые Умеют делать Management Которые Занимаются Записями Всё-таки Каждый Как делает Маленькую Фирму Послушай, ну Как ты совершенно Справедливо заметила Сейчас все Self-made man И self-made woman Сядешь на кухне Включишь компьютер Через программочку Там гитару Фортепиано Записал Микрофончик подключил Спел И видео снял И видео Через телефон снял Всё замечательно Да Ну, такой Ну, для Ютуба Может быть, сойдёт Да Может быть Для начального Этапа Но потом Всё равно же Надо как-то Делать шаги вперёд Идти вперёд И надо всё-таки Обращаться Вот К профессионалам Что, собственно говоря Логично было бы Но у меня вопрос Ты сказал, что вы Продолжаете записывать Это Ну, в наше время И издавать В наше время Ведь, по-моему Всё же уходит сразу Там в интернет И в Spotify Или всё-таки ещё История дисков Продолжается сидеть История дисков Продолжается Диски Сейчас Заняли Свою нишу Диски Больше Как сувенир Например Когда концерты Тогда обязательно Все хотят Купить диск Чтобы там Получиться Автограф Он там был Концент Что-то такое Как мерчандайзинг Да, мерчандайзинг Можешь в руке Подержать И посмотреть И в полку себе Положить И другим показать Да Что касается Музыки в интернете Сейчас очень удобно Слушать там Spotify Или Deezer Или любой Сервис Который Или тот же самый YouTube Все смотрят Я думаю Что Ну Там тоже Нам надо Всем быть Так вот Как Как вы это Сочетаете Ну вот Скажем так Поэтому и такой Отбор Очень серьезный И очень надо Продумывать Насколько Вложиться Вообще В записях Потому что Бизнес Там очень Такой Ну как скажем Ну бизнес Там нет Скажем так Шоу есть Бизнеса нет Бизнеса нет Да Потому Ну Потому я думаю Вообще Ну сейчас Сложно В нашем рынке Развиваться Музыки Потому что Это такое Ну Кустарное Производство Более-менее И дальше Чтобы Чтобы пойти В Европу Или Даже В Россию Если пойти В рынок Ну Очень большая Конкуренция И очень Высокий уровень С кем надо Сравниваться И поэтому Ну Очень редким Это удается И конечно Очень важно Чтобы Чтобы Был Какая-то Уже Ну например Когда идешь В сторону России Надо что Кто-то тебя Уже там Поддерживал Ну я знаю Что То же самое Лайма Или Интерс Да Друг друга Поддерживает Ну это Очень важно Что Что Тебя Подтянули Дож Смотри У Лайма Понятно Интерс Тоже понятно Что пошел Да Его Как-то он Больше С Вайнгер Там сотрудничает Знаешь что Дагамба Тоже Прорывается Очень Да А вот А со стибелесом Как-то История не получилась В России Так успешно Не знаю Так успешно Аккуруете Да Ну конечно Знаете Вообще В бизнесе музыки Это Очень большой риск Там Как мы работали Всегда считали Что из 10 проектов Один может быть Успешным Ну это Самый лучший Такой случай Так что Не все Которые Стараются Не все Могут Бравиться И у каждого Своя аудитория Своя ниша Лайма тоже Очень переживает За стибелеса Я не знаю Она говорит Что он Самый лучший Продюсер Он шикарный Музыкант Да Он шикарный Просто Вот именно И он Он фантастически Душевно поет Все Да И ну Я просто Я вот Честно говоря Я немножко удивлен Хотя с другой стороны Я понимаю Что это Несколько другой Менталитет И его Это американская Манера Которая здесь Проходит Она в России Не особенно нужна Ну может быть Там вот Там скажем Вариант Интерса Который выходит И все нормально И наш И все понятно Покатило Да Но Каждому Каждый Свои характери Своя аудитория И ну Может быть Янус еще Может найдет Свою аудиторию Ему бы Один-два хита Таких Которые Были бы Скажем На Ну такие Универсальные На все аудитории Ну да Ну а об этом Ну типа Maybe Как у Прата Ветри Типа Об этом мечтает Каждый Каждый артист Потому что Как и Раймонд Спал всегда говорил Самая главная Мелодия Хит Вот если это есть С этим можно и пойти На большую струю Я проводил Я проводил Такие Сравнения Потому что Заходили частенько В компаниях Заходят споры Там о музыке Вот Да что там Вот там Раймонд Пауз Там три ноты Сложил И все И там Три аккорда Вот там Какие-то другие Назывались Я говорю Стоп ребята Во-первых Надо три ноты Правильно сложить Так чтобы была мелодия И чтобы это Ты Сразу Для себя Понял что это твоя песня И ты захотел ее спеть Еще раз подпеть А второй Я говорю Давай пройдем конкурс Я говорю Давай вот Десять песен Раймонда Пауза И десять песен Игоря Крутого Да Ну Ты сама понимаешь Какой был результат Да Потому что Там столько хитов Сколько Сколько Написал Маэст Ну Он гений Да Он гений Он гений Согласен Согласен Но у меня все-таки Вопрос Это хочется тебе Все-таки Дожать по этому поводу Ну да Так сколько артистов Сейчас находится В производстве У вас Вот сколько артистов За скольки Ну число Мне не надо имена Просто там Три Пять Пятнадцать Двадцать Сколько Вот сколько артистов У вас сейчас В процессе Ну Скажем так Пять Можем сказать Что с которыми Пять Да Но это Но это больше Работа Гунтерса Моего коллега Который Как раз работает С артистами Это его Его Он Продакшен Я поясню Гурт Срач Если кто не знает Это и музыкант И поэт И участник группы Бэт Бэт И барабанщик Кстати Да И поэт И продюсер И компаньон Сейчас он тоже Песни начал писать Опять Да Опять Так что Заразно это делал Да Так что он Очень Очень Активный Тоже Как артист Сейчас Значит Пять Пять артистов Вы сейчас Да Можем так сказать Да Мы занимаемся Будешь называть Не будешь называть Не будешь называть Тогда по другому Поверну вопрос Толк будет с кого-то Не знаю Будут звезды Это уже вопрос Там Наверху Это вопрос Там Наверху Да Хорошо Эй вы там Наверху Мы делаем В данный момент Брейк Вернемся в студию Минут через несколько Мы вернулись в студию И гость Сегодняшней передачи Элотем Йограве Очень интересную тему Так сказать Подняла В первом Нашем Эпизоде Но я думаю Что возвращаться Больше к микрофону Мы не будем Я хотел бы Тебе задать Еще один провокационный вопрос Ты как продюсер И как специалист В шоу-бизнесе Просто хотелось бы услышать Твое отношение К такому проекту Как Супернова Как бы кузница Молодых талантов Которые Лучшие из лучших Должны быть И вот Один самый The best of the best Он едет Представляет нашу страну На Евровидении Если я не ошибаюсь Наш последний Крупный успех На Евровидении Это был Валтер Сикажа После этого была Тишина Да Ну да Скажем так Что у нас Я думаю Мои мысли О Супернове Она как Передача Прекрасная Как телевизионное шоу Как телевизионное шоу Прекрасно Все сделано Там молодцы Они продакшн Делают Супер Но вопрос В цели Что мы хотим достичь Мы хотим достичь Чтобы В Евровидении Пошел Поехал Самое лучшее Что у нас Есть Нормальный продукт Да Хороший Назвать вещи Своими именами Да Но Но к сожалению Вот то что мы получаем Это вот Фабрика Новых Фабрика звезд Да Фабрика Новых звезд И к сожалению Мы знаем Что даже после фабрики Вышельцы Которые побеждают Они тоже Не все Да Не все Завоевывают Рынок И вообще Они через какое-то время Вот Себя Восстановят Себя Как Реального артиста К этому надо дойти Это Нельзя сделать Сразу Поэтому Евровидение Это Очень большая Сцена Очень Высокий Уровень Всех Представителей Которые Приезжают Это Давным Давно Уже Не Телевизионные Просто Когда-то Телевидение Объединились Там Самую лучшую Песню Сейчас Это Между Государствами Состязания Кто Выше Это как Олимпийские Игры Получается В принципе Может быть Такое сравнение Да Может быть И вопрос Кого мы там Посылаем Мы посылаем Новых спортсменов Которые только что Начали Тренироваться Нам А нам надо Уже Ну Во-первых Надо Песню Во-вторых Надо Артиста Которая Может Вынести Эту песню Ну вот И вот там Мы И поэтому У нас Нету Этих Результатов В последнее время Потому что Ни одно Ни другое Получается Потому что Мы Выбираем Из Только тех Которые готовятся Быть Большими Артистами Быть Хорошими Композиторами Они будут Когда-то Это для них Очень Прекрасная Возможность Себя Развивать Такие специалисты Которые комментируют Учат Это просто Школа Уникальная Но Это не то Что нам надо Чтобы представлять Наш Государство Я Я поэтому Смотрю Есть Страны Которые Выбирают Не Путем Голосования Есть Которые Выбирают Просто Мы решили Вот это То что у нас Самое лучшее Вот Это будет Я даже думаю Если бы Раймонд Пауз сказал Вот этого Надо ехать То есть так И надо было Сделать На самом деле На самом деле Вот это бы И сработало Поэтому Все уважение К шову Я смотрю Всегда Молодцы Что они там делают Но вот Я думаю Что и те Которые В этом году Поедут Будет им трудно Очень Состязаться С тем уровнем Ну нету песни Хита нету Ну нет Ну там будет Не только то Что песни Нет там Очень Ну Те которые Никогда не выступали На очень большой сцене Где Ну Не говоря о шове Вообще Мы Знаете Люди думают Что это все происходит За государственные деньги Но это не так Отнюю Это совсем не так Я знаю Когда мы готовили Тоже Там Айша Тогда Называлась Ая Андрея Уехала Или там Фоминс и Кленс И те же самые Флай Или там Валтерс и Кажа Это все было На За деньги За деньги продюсеров За деньги продюсеров Это тогда надо В государственном уровне Надо Как-то Опять что-то Думать Снова И менять Эту тактику Политику И Может быть Решить На государственном уровне Потому что Если мы это Воспринимаем Как представительство Нашей страны А не представительство Одного Телевидения Тогда Надо И в таком Микрофон Золотой микрофон Наш Центральный Это ваш продукт Да Тоже Который Я уже 23 года Сделала Да Но там Есть От всех Жанров Все Что самое Наилучшее В предыдущем году Что было записано Что вообще Новое происходит Там Новые дебютанты Там И академическая музыка И популярная И рок И альтернатива Это понятно Но кто-то К вам обращался С этим вопросом Может быть у вас Что-то интересное Есть Дайте на супернову Или нет Или вы конкуренты И для этого Нет Так Это не происходит Там совсем Другая система И Там другие Цели В телевидении Цель Сделать Хороший шоу Который все смотрят Это я понимаю Кто-то К тебе обращался Или нет Ну нет Не обращался Все ясно Вопрос Ответ получен Ясненько Один из тех Артистов С которыми Ты работаешь Уже Не первый год Это лайма Да И ты являешься Главным продюсером Такого действия Как фестиваль Лайма Рандеву Да Есть такая Пять лет уже будет Да В этом году Будет пятый год Ох Чувствую Будет банкет Праздник У нас банкет Праздник Каждый год Потому что Ну пять лет Это же юбилей Уже такой маленький Да Лайм Очень думает Об этом Как сделать Этот год Особенный Идея Что мы Что она Приглашает Своих друзей Из всех Предыдущих фестивалей Самые Ну которые Уже так Ну вышло так Что те которые Приезжают Всем очень понравилось Ну нравится фестиваль Все хотят Опять Приехать На лаве На лаве Надо всегда Создавать Программу Такую Чтобы она Тоже отличалась Но нельзя же Каждый год Одно и то же Все время Поэтому у нее Трудное задание Каждый год И чтобы было Тех которые мы Очень любим И узнаем И тоже что-то новое То что не было Так что С каждым годом Она получает Такое трудное задание Вот сделать программу И чтобы новое что-то было И чтобы Знать Ну уже Уже известное Да Ну я понимаю Что с известным Скажем так С известными Исполнителями Это конечно Вопрос более Легко решаемый А вот с молодыми Все больше и больше Трудностей наблюдается Судя по тому Что ты рассказываешь Да Или я ошибаюсь Ну насчет фестиваля Нет Я думаю Что там Ну одна песня Ты хочешь сказать Есть у каждого Практически Да Да Латвия Да И конечно Нам всегда Очень стараются Тоже представлять Нашу латышскую музыку Наших артистов И ну Там с каждым годом Труднее Потому что Мы уже всех Что популярны Уже почти Все были на фестивале Каждый год Что-то новое Найти не так легко А что касается Вообще новых артистов Ну Там же есть И в Украине И в России И в Беларуси И у нас же Показывает столько Телевидения Что сейчас У нее другое Задание Что вот Отобраться Всех Которые хотят Потому что Очень многие пишут И может быть Мы можем выступить Мы можем выступить И Лайме Приходится Ну Сказать Может быть В другой раз Или как Но Отобраться Смотреть Что из этого Кто сами хотят И что она хочет И чтобы Ей понравилось Это очень интересно Я думаю Что все чувствуют В этом фестивале Что это все-таки Очень Личное Она все-таки Отбирает Всех артистов Музыкантов Которые выступают По тому Как ей подходит Как она чувствует И это может быть Это необязательно Чтобы это было В поп-стиле Там Она И джаз У нас был И академическая музыка И И рэп И так далее И разные Рок-музыканты Тоже были Так что Очень Разный стиль Но чтобы Знаете как Мне всегда спрашивают Что из музык Всего лучше нравится Я не могу сказать Что Что-то одно Мне просто нравится В любых жанрах То что Самое лучшее Просто Ну то что Сердцу Понравилось Так и лайм Отбирает Своих Участников Знаешь я Я полностью Согласен с Андреем Который говорит Что Красиво отказать Это тоже искусство Ну да Да Ну что Ну не надо там Об отказании Готовая столько Говорить Но Нет Если столько желающих То то им Но есть желающие Конечно Воле Как говорится Воля-неволе Ты должен Отказывать Кому-то Это понятно Но Лайма Сейчас очень Занята Своей Концертом Арены Которая будет Об этом мы еще поговорим Я хочу Ну она Сейчас как бы Концентрируется На это И Ну параллельно Конечно Работает тоже На рандеву Я сейчас Тебя еще буду Пытать по поводу Этого фестиваля Да Потому что Ты хочешь Или не хочешь Но все равно Этот фестиваль Сравнивать С новой Волной Все равно Идет сравнение Как ты считаешь Вот за эти пять лет Вы Вы идете В правильном направлении Идет прогресс Или это Или вы еще Скажем так Не нашли Ту Ту стезю По которой вы должны Идти вперед дальше Или вы еще Только пока ищите Нет нет Я думаю Что у нас Очень ясно То что мы Хотим делать И почему Лайме Эта идея Нравится Почему она Продолжает Потому что Нам очень ясно Что мы хотим Мы хотим Живую музыку Мы хотим Высококачественных Артистов Которые Могут выступить Вживую Вживую Да Да И чтобы Была Разная Разная музыка Чтобы не было Только поп-стиль Музыка Чтобы было Все-таки Интересные встречи И знаете Как встречаются Талантливые люди Тогда Бывают такие вспышки Что-то новое Рождается Вот эти Дуэты Трио Где она У нее удалось Соединить Артистов Между собой Или Она сама Делает дуэты Своим И живой Оркестр Большой У нас Было вообще В прошлом году Шикарный Оркестр Вот это Кстати Да У вас Около Тридцати Музыкальных Элементов Скажем Это оркестр С тридцати Музыкантов Это биг бенд Фактически И когда сидит На сцене Биг бенд И живое Сопровождение Ну Пардон Тут просто Стыдно Наверное Делать вид Что ты Поешь И открываешь Рот под фонограмму Это просто Стыдно И самым артистам Они сначала Может быть Пугаются Что Как это Я с оркестром Буду там Выступать Потому что Нет уже Очень долгого Времени Репетиции Они приезжают В тот же день Репетируют И вечером Выступают Но Все Которые Попробовали Всегда С таким Восторгом Об этом Говорят Ваш оркестр И спеть Это было Просто Удивительно И у нас Очень Хороший Продюсер Который Работает Над Аранжментами Аранжировками И Это Тоже Лайма Долгие годы С ним Сотрудничает И Музыканты Все Профессиональные У нас тоже Приходит Что они Это Роберт? Да, Роберт Альбрехт Альбрехт Да И Приезжают музыканты Из Украины Из Москвы Из Литвы Из Латвии Все Сходят вместе И такой профессиональный Оркестр получается Знаете Как Кремерата Балтика Делает своих Подбор Да Музыкантов Так у нас Получается Тоже Для особо любопытных Я могу сказать Что когда начнется Репетиционный процесс Этого Биг Бенда То будет Возможность Вживую В интернет Варианте Увидеть Видеострим С репетиционного процесса Увидеть и музыкантов И какие произведения Репетируют Это все послушать И Достаточно занятная штука Я в прошлом году Пару раз Залезал Смотрел Да Очень Очень занятно Для нас было тоже удивлением Что Одноклассник Очень большой портал Из России Предложил нам Сделать прямой стрим Из репетиционной Комнаты Лайм И Кстати 24 часа Сутки идет Эта передача И люди смотрят Даже ночью Где ничего не происходит Сидит человек На работе Или бессонница И раз посмотрел Класс Музыка хорошая Да И Там было 5 миллионов Просмотров Всего Вообще Одноклассники У нас 25 Миллионов Просмотров В фестивале Там уже Прямой эфир Это только Одноклассники Это только Одноклассники Ну я слышал цифру 250 миллионов Вообще По всем По ютубу Да По всем И по ютубу И у нас же Телевидение Казахстан Азербайджан Израиль Украина Белоруссия РТВЯ Которые по всему миру Литва Эстония Латвия У нас Очень большой Этот Объем Срителей А Латвия Кто же вас показывает По Латвии Первый Балтийский канал А почему не ЛТВ Почему нет Потому что Первый Балтийский Нас показывает Суперновая ЛТВ Показывает А вас нет Не знаю Это не ко мне Вопрос Ясно Хорошо Ну я так понимаю Что Вживую Когда играет И оркестр И исполнитель Поет вживую Для телевидения Это не особо удобно Они же боятся Живого звука Как вы эту проблему Решаете Ну у нас Очень хорошие Звукорежиссеры Которые работают Эти бригады Которые за Экраном За кадром Да За кадром Это очень сильные И Лайма Вообще У нее принцип Что она всегда Хочет работать Только с самым лучшим Что мы можем найти Вокруг нас В Латвии Или даже в Москве Она Подыскивает по-разному То же самое Украинская Телевизионная команда Приезжает И она работает Вместе с Латышскими операторами У нас Ну такая интересная Интернациональная Команда Получает Да Ну процесс Сложный Но как я и говорю Интересный Понятно Да Вот Дорогие друзья Это мнение Мнение Элотемиографы Да Кстати Если говорить о рандеву То я бы посоветовала Не ждать Последнего момента Насчет билетов Потому что По Как по предыдущим годам Что происходит Что например В субботу В воскресенье Всегда такой Солд-аут Что все Спрашивают Где еще Какой-то билетик Можно найти Я смотрю Что с воскресенья Уже Очень хорошо Продается То что Долго не надо ждать Потом Не 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 сумеете быть На месте Потому что На месте Но знаете Телевидение Это все-таки Версия Режиссера И операторов То что они Показывают А то что происходит На месте Вот Атмосфера Совсем другая Картина Это нельзя сравнить Вообще И вообще Это такой праздник Все приходят Такие в красивых Платьях И там Ну такой Ну рандеву Сколько 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 Исполнителей Будет В этом году Есть уже Прикидка Какая-то Ну у нас Получается Каждый год Каждый день Где-то 15 Солистов Да Каждый день Да Фестиваль Четыре дня Это значит 60 солистов Минимум И плюс Сопровождающие Музыканты И так далее И у нас В прошлом году Было 150 участников Фестиваля Которые Ну выступают Не говоря уже Там технический Персонал Немало Да Так что Немало Большой объем Очень Ну ясно Значит Если что То друзья Не откладывайте На последний момент Билеты на Рандеву Фестиваль Ибо Можно оказаться И за забором Да Хотелось бы Сейчас тебе Несколько вопросов Задать По поводу Грядущего концерта Варенье Рига Ты И продюсируешь И этот концерт Также Да Да 30 марта Будет Большой Юбилейный Концерт Шоу Лаймы И там Будут выступать Она Я так понимаю Самым Пожалуй Профессиональным И самым лучшим Балетом Который есть Скажем В обозримом Где-то там У нас В окружении Это Фридем балет И опять-таки Из Киева Да Она сотрудничает С ними уже давно И это Как бы Ну Очень много Хороших номеров У них уже есть И они делают Всегда На каждый фестиваль Что-то новое И собралось уже Ну Концертная программа И они сами Тоже Свои Соло Номер Делают Ну Такие Просто Удивительные С характером Скажем так Знаешь Они На мой взгляд Наблюдав их На сцене Вживую И по телевизору Ну Мне приходится Согласиться Что Такого уровня Найти В Латвии Прочти Ну Невозможно Такого коллектива Может быть Есть отдельные Танцоры Какие-то Но Такого сильного С таким Профессиональным Подходом И С характером С таким Очень Хореографией Очень интересной Ну Там все есть Просто Когда они выступают Не можешь Оторвать Глаз От них И каждое Движение Очень Такое Выработанное Такое Вот Это Неспроста То что они Сделают Это все Продуманное Это все Точку Я понимаю О чем Ты говоришь Да Как я Сама Танцую Да Народные Танцы Да Это конечно Совсем Что-то Другое Но Я просто Знаю Насколько Трудно Что-то Такое Сделать Я в курсе Потому что Сам этим Тоже Занимался Когда-то Скажи Мне Мож Я не знаю Открыть Или нет Какие-то Тайны Что Что будет Вообще Еще на этом На этом Концерте Юбилейном В арене 30 марта Будет И ее друзья Тоже выступать Будут Будут Интерс Бусолис Ян Стибелис Лаурис Рейнекс Да Гамба Будет выступать Ну Слушай Это какая-то Мода Что все Звезды Которые Делают Юбилейные Концерты Они приглашают Звезд Что Одному Что ли Трудно Или Лень Или Так Просто Веселее И Интереснее Я думаю Что это Красочное И Лайм Все-таки Она же У нас Стильная Дама И надо Тоже Поменять Очень Стильная Поменять Ее Одежду Ну Сменить образ Имидж Так что Как раз Друзья В этом Очень могут Помочь Друзья Заполняют Паузу Они могут Так Вот Держать Зал В интересе И вместе Все спеть Хорошие песни Так Так Ну А что Еще интересного Будет Или Или ты Там Не все Хочешь Рассказывать Мне Не хотелось Потому что Ну Надо приходить И просто Посмотреть Но Но Я могу Сказать Что Продакшен Очень Серьезный Тоже Тут Есай Стоит Как это Задействованы Задействованы И тоже Друзья Лаймы И по свету И по Видеографикам И Да Но там Есть Интересные Решения Сцена Будет Нестандартная И Там Из Москвы Везут Там Фурами Технику Из Литвы Так что Продакшен В Литве Что ли Техника Закончилась Нет Ну там Есть Специальное Оборудование Которое Поднимает Сцену Мама Мия Да Я не могу Открыть Все Понятно Но Будет Очень Интересно И Марс Калве Работает Сценограф Который Работает Над Видеорешением Что Это Будет Каждая Песня Будет Как Своя Визуализация Да Как Произведение Искусства Так что Будет Очень Очень Интересно Лайм Этим Сейчас Занято Уже Третий Месяц Только Этим Занимается Слушай Но у меня Просто Я не могу Этот вопрос Не задать Потому что Я принципиально Не залезая В интернет Хочу тебя Услышать Билеты Дорогие Или Можно Потянуть Можно Есть разные Хотите Поближе Будет Подороже Конечно Но Есть Ну как Как на концерты Но Более Менее Стандартно Да Ничего Такого Особенного Должно Было Быть Ясно Ну что ж На этой Оптимистичной Нотке Что все Таки Возможно Это Доступно И кстати Сегодня И завтра Еще идет Билет Сервис Специальные Акции Но на все Концерты Там есть Скидки Еще Так что Можно успеть На очень хорошее место За очень хорошее место Ясно Ну друзья Кто Как говорится Кто успеет Тот успеет Кто нет Тот сори Спасибо Элута Что ты нашла Время Заглянула К нам в студию Благодарю Родиона Золотарева За качественный Звук Ну и до следующих Встреч Пока Спасибо До свидания